Навыки выживания в таежных условиях осваивают туристы Восточного Казахстана. Экстремальные мастер-классы проводят спасатели региона. По легенде учений, водитель снегохода попал под лавину, а до ближайшего населенного пункта несколько километров. Первоочередная задача пострадавших выбраться из-под завалов и соорудить укрытие из веток деревьев, чтобы защитить себя от метели. О навыках самовыживания в экстренных условиях расскажет Вячеслав Фетлугин. Водитель снегохода не справился с управлением и провалился в сугроб. Машина вышла из строя кругом тайга. Задача спастись самому, а уж после отбуксировать. Ликбез для любителей экстремального зимнего спорта проводят спасатели региона. Наглядно демонстрируют технику сооружения шалашей и розжига костровки с подручных средств. Делаем теперь для сохранения тепла. Крышу надо наложить снегом. Первая очередная задача – укрыться от метели и выставить сигнальные огни. На востоке сохраняются риски лавинной опасности. С высокогорий самопроизвольно сошли 11 лавин, а глубина сугробов в районах достигает нескольких метров. Место происшествия. Сход лавины в районы лыжной базы. Левая сопка. Все, принято. Выдвигайте. Если выбраться самому не удалось, даже одного пострадавшего ищут группы из минимум 10 человек. Вы в числе и кинологи. Наталья Дрожжина с лабрадором Рэмом стабильно оттачивает поисковые навыки. Запах любого живого человека определяет поисково-спасательная собака данной службы. Какова ее роль в спасательных операциях? Ну, это первый, наверное, разведчик, который прибывает на место ЧС. Ищи! Шаг! Раз, два, три, шаг! Чтобы не пропустить, если будут пострадавшие лежать под снегом, делается шаг, то есть от носка к пятке. Параллельно ведется зондирование мест снежных завалов по периметру. И подобные спасательные операции в тайге могут длиться несколько суток. Поэтому любители экстрима лишний раз предупреждают воздержаться от вылазок на природу в сложных погодных условиях. Вячеслав Федлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.